Мяукающие Мяукающего питомца можно научить откликаться на свое имя. С первого дня, когда кошка переступит порог дома, зовите ее по имени. Чтобы питомец не запутался и быстро выучил свое имя, договоритесь с домочадцами называть питомца одинаково. Кличка должна быть звучной и короткой. Произносите ее громко, четко и ласково. Мяукающего питомца Начнет подходить регулярно, замените лакомство на поглаживание. Мяукающих друзей, как и лающих, можно приучить гулять на поводке. Это умение кошке может пригодиться в нескольких случаях. При переездах, во время отпуска и визита к ветеринару. Обучать выгула можно начинать в возрасте двух с половиной-трех месяцев. Первый этап это приучение котенка к ошейнику дома. Когда котенку исполнится 4-5 месяцев, можно уже использовать шлейку и поводок, но поначалу выгуливать лишь дома. На первую прогулку на улицу кошку стоит вводить, когда ей исполнится полгода. Кошку также можно научить хорошо себя вести и слушаться вас. Для этого воспитывайте ее с детства, приучайте питомца спокойно сидеть на руках. Учите кошку командам фу и нельзя, чтобы она не брала еду со стола, не залезала в запретные места. Если питомец продолжает делать то, что нельзя, уносите его и повторяйте команду. Мяукающие легко учатся, если хозяева устанавливают четкие и понятные правила и сами их соблюдают. Вы можете научить кошку давать лапу, однако этот трюк потребует вашего терпения. Занимайтесь с кошкой в тишине. Ежедневно командуйте питомцу дай лапу. Показывайте кошке, что вы от нее хотите. Одной рукой приподнимайте лапку животного, а другой давайте вкусное поощрение. После этого погладьте питомца. Как только кошка поймет команду и начнет ее выполнять, заменяйте угощение поглаживанием. Теперь вы знаете, каким командам можно обучить кошку. Следуйте нашим советам при обучении, тогда ваш милый кущий друг будет слушаться вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!